Здравствуйте, это программа «Честное слово» и я Маруся Загорская. Сегодня я буду разговаривать с мужчиной, познакомиться с которым хочет каждая женщина, но многие лишь для того, чтобы понять, что с ним лучше не связываться. Пластический хирург Антон Гладышев. Вы такие все барыги от медицины. А вам не обидно, что вы этот талант тратите на пришивание грудей, а могли бы спасать людей? А я спасаю людей. Я вот ждала, что на свою грудь четвертого размера выжила и радуйся, да? Совершенно верно, да. С докторами всегда все плохо, рыжие очень плохо всегда с ними, тоже проблем бывает. Самая лучшая операция – это не сделанное. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, вот вы с людьми встречаетесь, с которыми до этого они виделись, со мной, например. Вы как-то сканируете человека на предмет? Ну вот этой даме бы не мешало тут добавить, тут убрать, тут немножечко подпилить? Уже нет. Уже нет. Но оно были такие, да? Да, в начале своей деятельности это происходило бесконечно. Я бесконечно пытался увидеть недостатки, увидеть пути решения. Поэтому первый вопрос, который я задаю всегда – какая проблема? Я даже не пытаюсь увидеть какие-то физические недостатки, потому что в этом нет никакого смысла. А бывает такое, что вы на вскидку думаете, что человек пришел к вам с одной проблемой, а он вам говорит, у меня все хорошо, вот сейчас подниму волосы, мне кажется, у меня уши торчат? Ну, бывает так, абсолютно точно. Бывают, приходят пациенты с серьезными, ну, я, прежде всего, лицо, конечно, оцениваю в первую очередь. Вот. Поэтому бывает, приходят уже с заведомо, с достаточно выраженными проблемами возрастными на лице, либо какими-то анатомическими там деформациями. И, ну, меня посещает эта мысль, ну, она такая мимолетная. Но вы же все-таки врач? Да. А врач, врач, насколько я понимаю, он все-таки? Врач должен, ну, наверное, исходить и не только из желания, да, но еще и из каких-то потребностей. Даете, скажем, совет, вот к вам приходит человек и говорит, вот мне вот, вот хочу купить то-то, то-то и то-то. А вы можете сказать, вот, уважаемый, да, у вас вот это-то вам и не надо, а надо другое? Нет, все вообще не так. А как? Ну-ка расскажите. Ну, у нас сложная профессия, потому что в основе любой хирургической манипуляции, прежде всего, лежит, ну, такое понятие, как боль. Поэтому, прежде чем причинять человеку боль, есть такое понятие, как показание для выполнения оперативного вмешательства. То есть, действительно, какое-то заболевание. То есть, помимо желания пациента, который может кричать активно и говорить о том, что у него серьезная эстетическая проблема, жить он не может. То есть, мы, конечно, берем на себя роль психологов в некотором смысле, но мы должны реально ее оценить. А откуда берется оценка этой эстетической проблемы? То есть, если человек предъявляет какие-то серьезные требования к своей внешности, а я не могу ему ничем помочь, то есть, это, в принципе, можно и не обсуждать. Потому что нет у меня запасов каких-то оперативных техник, которыми я бы смог их устранить. И уже в дальнейшем мы уже обсуждаем возможные осложнения проблемы, связанные со всеми нашими действиями. Поэтому единственные пациенты хирургические, на мой взгляд, которые могут принять решение и не выполнять оперативное лечение или операцию, ну, это как раз пациенты пластических хирургов. Существует мода? Мода на лица, мода на фигуры, которые к вам приходят с каким-то... Есть такое, чувствуете, что приходят сейчас, допустим, с одинаковым портретиком, а сделаете мне такой нос? Нет, это миф. Вот это как раз миф. Это общее осуждение о нашей работе, о нашей профессии. Все считают, что все приходят к нам с конкретной целью быть похожим на кого-то. На самом деле этих пациентов, ну, если он один в год встречается, именно такой пациент, который приходит с картинкой и мечтает быть похожим на кого-то. Нет, этого не бывает. Это миф. Пациенты все, которые к нам приходят, они приходят с конкретной проблемой, касаемо только их. Нет никакой моды на тела, на лица, на носы, на глаза и так далее. Поэтому никто не пытается войти в чей-то образ. На самом деле каждый человек пытается каждый раз подчеркнуть свою индивидуальность. Поэтому, когда вдруг кто-то хочет быть похожим на кого-то, это уже, в общем-то, я ее расцениваю как некую патологию. Вы поняли, что, да, от человека не все в порядке? Кукуха, короче, у него поехала. И вы ему отказываете? Сто процентов. Есть два таких, умными словами поговорю немножко, два таких важных понятия, как дисморфофобия и дисморфомания. То есть это психиатрическое, ну, можно сказать, пусть это будет заболевание, то есть когда человек не удовлетворен сначала своей внешностью, да, то есть каким-то, у него есть какой-то физический недостаток. То есть это начинается с дисморфофобии, а потом планово это все переходит в дисморфовании. Мании – это когда уже человек, если даже не имеет этого физического недостатка, он убежден, что у него по-прежнему есть. Но лечит это только психиатр и только так. Поэтому, если мы видим данные проблемы у наших потенциальных пациентов, ну, естественно, мы их не оперируем, естественно, потому что результат будет отрицательным и ни в коем случае даже не нулевым. Он будет отрицательным сто процентов. Поэтому несколько вопросов позволяют понять мотивацию пациента. Если эта мотивация, на мой взгляд, адекватна, то я могу его взять, естественно, на операцию и дать им, возможно, то, что он желает. Видите, чем больше я практикую, тем больше, естественно, требований у меня возникает к моим пациентам. Поэтому у нас, как у хирургов эстетических, пластических, есть тоже уникальное право отказывать в операциях пациентам без объяснения причин. Мы имеем такое право. То есть любые хирурги не могут отказать пациентам. Смотрите, вы отказали пациенту потенциальному, а он пошел у другого хирурга, сделал какое-то безумие. Вы как относитесь к таким коллегам, которые соглашаются на это? Отрицательно. Ну, я скажу отрицательно, потому что, если… Не потому что я какой-то великий хирург. То есть если я оцениваю объективно возможность выполнения операции, а человеку действительно она не нужна или ее нет необходимости выполнять, то есть я считаю, что мы должны поступать как врачи и действовать в рамках здоровья данного пациента. Поэтому если наступает такой вопиющий случай, и доктор все-таки берет ответственность и оперирует, несмотря ни на что, ну, я считаю, что это нарушение нашей врачебной этики. Почему я об этом говорю? Потому что у нас, видите, отрасль все-таки коммерческая. И, естественно, не секрет, что очень многие доктора пытаются заработать максимальное количество денег с любого пациента. Поэтому переступают все морально-этические нормы. Все равно наркоз вводить, давайте еще и уши отрежем. Вот это вот такое бывает? Ну, бывает, конечно, но, как правило, этого не делают. Ну, то есть если доктор настаивает и пытается, условно говоря, пациента развести на какое-то еще одно дополнительное вмешательство, либо там подарком каким-то делают вдруг, то, ну, еще раз повторюсь, это вопрос к порядочности врача. Поэтому я считаю, что многие считают, и существует такое мнение, что мы коммерческие доктора, и вот мы такие все барыги от медицины. То есть нас так некоторые называют за глаза или в глаза. Ну, я считаю, что эстетическая хирургия, у нее очень много задач в современном мире. И ведь на самом деле она играет очень важную роль на сегодняшний день. Вопрос в качестве ее исполнения. Было у вас такое, чтобы вам ваш пациент сказал, Вы знаете, я вот ждала, что на свою грудь четвертого размера... Я найду миллионера. Я заведу себе, да, богатого мужа. А вот ты вовсе нету и нету, что делать? Нет, нет, нет. Я, вы знаете, я люблю и уважаю своих пациентов, и слава богу, еще раз повторюсь, я как бы внимательно их слушаю, все, что они желают, говорят. И если вдруг у молодой, не рожавшей девушки возникло желание сделать себе маму пластику и благодаря этому привлечь какого-то там себе мужа богатого и так далее... То есть мы это обсуждаем, на самом деле. Если это мотивация основная, ничего не стоит ее отговорить. Если же все-таки она настаивает, я ее откажу. По одной простой причине, потому что не эта мотивация должна быть для выполнения серьезного оперативного лечения. Я подчеркиваю, это все серьезно. А вот скажите, какая должна быть мотивация, чтобы вы... Например, для увеличения грузи? Любая деформация молочной железы. Любая. Я подчеркнул. То есть есть эстетическая норма, она существует. И для любой женщины ее грудь является неким ее символом женственности, поэтому столь пристальное внимание и в процентном соотношении это самая частая операция, как ни странно. То есть любая деформация, которая случилась до беременности, после беременности, она происходит чаще всего, естественно. Но это является показанием для выполнения мамопластики. Вопрос, насколько женщина или девушка страдают от этого. То есть степень выраженности ее желания, опять же. Приходил кто-то с просьбой, мол, вот, доктор, спасибо вам за предыдущую грудь. Вот вторая классная была, вот вдвоечка. Но хочу примерить треху. Это, опять же, тоже миф. И операции обычно эти делают один, ну, два раза. И второй раз идут не с желанием ее сделать, а уже с проблемой, которая возникает после выполненной первой операции. Поэтому это уже коррекционная операция, вторая. Она уже является некой необходимостью. А как часто обращаются? Ну, скажем так, все операции, которые мы проводим, потенциально, ну, наверное, в 90% случаев, особенно все, что связано с инородными телами, всем же очень интересно, что это такое. Вот, естественно, рано или поздно идет, встает вопрос о повторной операции, на мой взгляд, в 100% случаев, да, но все женщины не хотят и девушки слышать об этом, что как так, я должна сделать сейчас все сделать, и мне до конца жизни моей хватит. Я всегда простой пример привожу, по аналогии с там, с протезами зубов. Ну, сложно подумать, ну что, да. Ну да, полупомбы, да, какие в школе там мышьяк закладывали, да, делали и сейчас. Совершенно верно. Поэтому все меняется однозначно абсолютно. И вопрос, видите, все-таки мы меняемся в течение нашей жизни, и ткани наши меняются. Поэтому необходима какая-то коррекционная операция, в любом случае будет. Поэтому все, кто идут на выполнение данных вмешательств, они об этом информированы, и они в ноги подготовлены уже практически на 100%. Мне остается только либо подтвердить, либо развеять какие-то там сомнения, мифы и так далее. Но мой разговор всегда с пациентом начинается с простой фразы, что самая лучшая операция – это несделанное. Каждый раз, когда первично пациент приходит ко мне, послушать, что я ему скажу, у него всего две цели. Первое – либо убедиться в том, что у него действительно есть проблема, и ее можно решить. Либо второе – он хочет услышать, наверное, мое там компетентное или некомпетентное мнение для него, что этой проблемы нет, и можно жить. Я считаю, что я многих, наверное, девушек и женщин от неверного шага спас. Да, поэтому я всегда это честно, открыто говорю и не стеснялся этого никогда. Потому что я считаю, как раз это относится к нашей врачебной работе. Я проверила все ваши соцсети. У вас жена очень красивая и две дочки. Делали что-то жене? Нет. Вот прям вообще ничегошеньки? Нет. А если… У меня есть свои убеждения на эту тему. Какие? Но я убежден в том, что любая женщина формирует все комплексы неполноценностей, начиная с периода своего становления как женщины. А у мужчины как раз… А любой мужчина лишен этого. Потому что у нас есть природный эгоизм, мы очень это любим, и мы себя любим, поэтому у нас проблем в этом плане нет. Поэтому задача любого мужчины, на мой взгляд, находясь рядом с женщиной, особенно любимой, комплексы эти нужно как-то пытаться побеждать вместе с ней. А если дочь скажет, пап, ну очень хочу… Ну если она скажет, то мы с ней будем очень долго-долго беседовать. Точно так же я буду объяснять сначала все плюсы, хотя я обычно о плюсах не говорю, я всегда говорю о минусах. Поэтому, ну если, несмотря на все мои аргументы, доводы, я не знаю, страшные картинки, ужас и ужас, она все-таки скажет, да, но я не смогу ее от этого шага удержать ни в коем случае. Сам-то я, конечно, делать ничего не буду, но я найду компетентного коллегу, который мне поможет. А почему сами не будете делать? Ну у нас это не принято. Есть определенное, у нас существует суеверие, там так же, как доктора других докторов. Вот, кстати, про суеверие я хотела спросить. У вас есть… Я не суеверный человек, но… С левой ноги заходить там… Я не суеверный человек, но какие-то определенные существующие традиции там мы поддерживаем. Новые, это все, конечно, ерунда, на мой взгляд. Ну как ей, расскажите? Ну вот своих оперировать нельзя, например. А, ну вот своих оперировать нельзя еще. Нельзя. С докторами всегда все плохо, рыжие очень плохо всегда с ними, тоже проблем бывает. Ну это, еще раз повторюсь, это такие общие смешные представления. Поэтому, вы знаете как, меня жизнь и профессия научила не прятаться от проблем, а все время их ждать. Поэтому… Я всегда рассуждаю по плохому сценарию, поэтому у меня нет, к сожалению, времени на суеверие. Я как раз почитала форумы, и о вас очень много хороших отзывов, и все говорят о том, что вы талантливый очень врач. Спасибо. А вам не обидно, что вы этот талант тратите на пришивание грудей, а могли бы спасать людей? А я спасаю людей. Вы зря так думаете, что то, что я делаю, не спасает людей. Вы знаете, я пришел в профессию из сложной отрасли медицины и онкологии. Мотивация была все-таки связана с коммерцией, потому что в нашем здравоохранении зарабатывать по определению ничего нельзя. То есть то, что происходит на сегодняшний день, я сейчас политический лозунг могу сказать. Уже не существует система здравоохранения в Российской Федерации, существуют индивидуальные личности, доктора, которые до сих пор могут еще что-то делать. И меня заставила прийти именно моя предыдущая деятельность в эту профессию. Вот я на протяжении нескольких лет успешно боролся с раком в онкодиспансерии. Это был рак молочной железы, один из самых распространенных среди женщин. Но в то время, когда я начинал, это было уже давно, не шла речь о том, что нужно эстетически и социально женщину возвращать в жизнь. Выжила и радуйся, да? Совершенно верно, да. Но на сегодняшний день, слава Богу, слава Богу, лечение того же рака молочной железы по современным канонам должно сто процентов гарантировать эстетическую привлекательность того, что вы сделали, и социализацию пациентки. Какая самая сложная задача была вами решена хирургическая? У меня каждая операция сложная. У меня их нет простых. Ну, может быть, я имею в виду, что вообще сам по себе случай какой-то, какой-то сложный. Допустим, полное отсутствие грузей. Ну, естественно, да. То есть все виды реконструктивных операций, мы называем это так, это восстановление утраченного органа, условно говоря. То есть они всегда сложны, потому что они многоэтапные, требуют большого твоего усердия, труда и удачи на самом деле. Потому что у нас удача тоже присутствует все-таки к вопросу о суевериях. То есть ты можешь все просчитать, но у тебя, может, ничего не получится. В профессию нельзя попадать, как это происходит на сегодняшний день. Ну, слава богу, там движение хотя бы началось у нас в какую-то лучшую сторону. То есть, ну, брали молодых людей или девушек после института сразу. Это выдавали им сертификаты пластических хирургов и происходило на самом деле очень много проблем. И происходит до сих пор. Поэтому я считаю, что необходим обязательно хирургический опыт некий, прежде чем заниматься эстетической хирургией. Она очень сложна, надо сказать, что мой рабочий день, начиная там с 9 утра, он иногда заканчивается в 9 вечера. Не потому что... Или есть операция, которую мы делаем по 6-7 часов. И это требуется полностью, весь рабочий день уходит на это. Это очень трудно, если ты работаешь там, не знаю, в обычной хирургии, бывает. О таких вещах даже не рассуждают. Потому что, видите, слишком много аспектов, помимо того, что ты должен получить такое некое виртуальное понятие, как эстетика, да, красиво-некрасиво, ты еще должен исключить максимально из этого звена осложнения. Хотя они должны быть, и их никто не может никак отменить. Вы живете в Барнауле, да? Барнаул – это город все-таки ограниченный. Во-первых, территориально мы далеко, до нас далеко доезжают все новинки. Ну, опять же, это зависит от желания человека. Слушаю. Но есть же еще такая штука, как запрос. Запрос в том числе наверняка формируется и от стоимости услуги. Но вы же не можете вставить самые последние, или там, я не знаю, используются самые последние технологии, а деньги за них брать, как за предпоследние, или за там… Все правильно вы говорите. Вот. Ну, смотрите, я сейчас оповесню вам. То есть, смотрите, запросы у людей, находящихся во Владивостоке, в Барнауле или в Москве, или в Германии, например, да? Вот у нас приезжают иностранные пациенты оперироваться. Ну, то есть это в основном, конечно, иммигранты наши. Но запросы-то все абсолютно одинаковые. А технологии для того, чтобы удовлетворить эти запросы, они должны быть тоже одинаковыми. И они должны быть современными. И вопрос только в твоей профессиональной деятельности. Владеешь ты этим методиками или не владеешь? А цены образования, безусловно, разные. Ну, я просто понимаю, что вы не можете сделать здесь московскую цену. И не надо этого делать. И ничего страшного в этом нет. То есть мы как раз… Наш рынок диктует стоимость данных услуг. Ну, то есть у нас не надо только уходить, у нас есть рядом город Новосибирск. Так вот, стоимость в Барнауле значительно отличается от стоимости Новосибирска. Естественно, там, от стоимости Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и так далее. Но вопрос, видите, не в цену образования, еще раз повторюсь. Поэтому многие так и считали, что если доктора на периферии работают, что мы технологиями новыми не владеем, нужно ехать в Москву. Это было раньше так, сейчас все с точностью наоборот. Я вас удивлю, но это правда. Перестали мигрировать пациенты. Перестали на самом деле, потому что мы убедились в том, что действительно мы можем делать то, что делают, условно говоря, во всем мире. Поэтому иностранные наши коллеги, то, что раньше они презентовали, как некий для нас недосягаемый результат, сейчас мы можем презентовать то, что у нас получается. И это ничуть не хуже, чем то, что выполняется за рубежом или в столице, или в Петербурге. Поэтому на сегодняшний день я убежден в том, что все регионы, во всех регионах, начиная, еще раз повторюсь, от Владивостока до Калининграда, есть доктора, которые выдают прекрасные результаты в пластических эстетических операциях. Это абсолютно точно. Поэтому пациенты перестали мигрировать, на мой взгляд. И они приезжают, и у себя дома спокойно оперируются, потому что нет ничего прекраснее оперироваться у себя дома. Какой процент мужчин приходит к вам? Очень маленький. Мужчины редко очень оперируются. То есть это либо действительно какая-то травма, аномалия. Но если в общей массе пластических операций, я могу сказать, что это 0,5%. Короче, 1 из 200, да? Да. 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 Поэтому это очень редкая история. А почему? Еще раз повторюсь, это аспекты собственного состояния мужчин, потому что мужчины удовлетворены собой. Ну, то есть вы… Мужчина очень редко, я считаю, что любой адекватный, ну, нормальный мужчина редко обращает внимание сильно активно на свою внешность, правда? Поэтому меньше всего это беспокоит. Все-таки круглые или анатомические? Ну, на сегодняшний день в технологии имплантов многое начинает меняться, и мы стоим как раз, на мой взгляд, в таком пороге перемен именно технологических возможно. Я вам честно скажу, вы не догадаетесь, где какой стоит, если в одну даже грудь поставить анатомический, другой круглый. Эти уже эксперименты даже проводили. Это не увидеть его разницы. Поэтому это наше, как бы вам сказать, это наше оружие. Пациенты углубляются в эти знания, на мой взгляд, они не нужны для них. Нет никакой моды на импланты, нет никаких ультрамодных имплантов, нет каких-то самых классных, как многие считают. Мне поставьте самые лучшие в мире. Самые красивые, да? Да, их таких не существует и не будет существовать. Но есть какая-то тенденция к тому, чтобы это все было натурально. В Инстаграме последние, наверное, несколько лет появились образы ненатуральных там. Тел, губ и так далее, и так далее. На самом деле, еще раз повторюсь, это частности. Это не является тенденцией. Основная тенденция, и каждая нормальная, адекватная девушка или женщина мечтает сделать что-то, чтобы никто и никогда об этом не догадался никогда. На ощупь как? И на ощупь то же самое. Вы не трогаете импланты, как некоторые считают. Простое объяснение. Это как мячик, спрятанный под матрасом. Ну, вы понимаете, что там что-то есть, но края вы мячика не найдете. Так вот, у нас есть такое понятие стигмы операции, ну, то есть следы операции. То есть то, что мы оставили после себя, и видно, что там была проведена операция. Поэтому чем выше наш класс, тем мы должны меньше оставлять после себя следов. Вы как сохраняете тайну того, что тот или иной человек у вас что-то сделал? Я не здороваюсь никогда с пациентами, честно говоря. Я первый никогда не здороваюсь с пациентами. Пока пациент мне не скажет здравствуйте, я не буду даже подавать вида, что я с ним знаком. То есть такого, чтобы вы сказали, да там, как Иванова сейчас все сделаем. Нет, пациенты обычно об этом говорят. Сделайте мне, как у Ивановой. Я говорю, а я не помню, как у Ивановой. У меня всегда будет работа. Объясню почему. Потому что люди будут рождаться, и у них будут формироваться какие-то аномалии. Ну и опять же, если мы вернемся к моему спичу по поводу онкологических операций, есть что восстанавливать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова